В соцсетях сегодня можно встретить массу советов о том, как не заразиться коронавирусом и что делать, если массовая заболеваемость началась в вашем регионе. Чтобы проверить, насколько правдивы подобные советы, мы обратились к главному терапевту Абхазии Анжеле Арчелия, которая рассказала, что, во-первых, штамм коронавируса, поразивший планету, не изучен настолько, чтобы давать какие-то специфические рекомендации, а во-вторых, он не так заразен и смертоносен, как многие уже известные миру. По тем исследованиям частичным, которыми мы обладаем, вирус поражает в основном трудоспособное население, в основном это мужчины, почему-то адресный вирус так называемый, но имеются осложнения, чаще всего, люди ослабленные, имеющие сопутствующие заболевания бронхолегочной системы или сердечными заболеваниями. Но это как при любых РВИ, то есть эти пациенты находятся в группе риска по осложнениям. Меры профилактики необходимо соблюдать те же, что и при любом остром респираторном вирусном заболевании. Схема стандартная. Все РВИ имеют стандартную профилактику, это ношение масок в период возникновения сезонных РВИ или эпидемий, и мыть ее рук тщательно, обязательно после контакта с какими-либо человеками или с какой-либо поверхностью. Это вот одни из самых главных. И второе ограничение посещения массивных мероприятий, когда много людей толпится в одном помещении или рядом располагается. Поэтому это самое основное. Информация о том, что коронавирус живет на металлических поверхностях и на тканях до 12 часов, может оказаться как правдой, так и вымыслом. Как говорит врач, доказанных и признанных исследований еще нет. Точно, сколько времени он живет в окружающей среде, могут сказать только те люди, которые занимались обработкой поверхности после контакта с пациентами коронавирусом. Поэтому Китай сейчас настолько занят своими проблемами, на самом деле, спасением жизни, спасением других людей от контакта с зараженными пациентами. Поэтому более четких рекомендаций не существует. Что касается масок, то, по мнению терапевта, они защищают от вируса, однако менять их нужно каждые два часа. Сейчас в мире для профилактики коронавируса носят восьмислойные маски с дыхательным клапаном. Но ими, как рассказывает врач, обеспечат тех, кто находится в группе повышенного риска. Мы сделали заказ на все это металлимеры защиты. Я думаю, что нас этим и обеспечат. Самое главное, наиболее риск подвергаются, это люди, находящиеся на границе, которые занимаются отбором и занимаются карантинной службой. И врачи, конечно, врачи, медики, которые однозначно нулевой пациент, как мы говорим, придет в больницу обратиться с высокой температурой и будет контакт у врачей, у медиков. Поэтому нужно защитить наиболее уязвимые слои населения. В настоящее время ограничен переход на обеих границах Абхазии. Всем въезжающим в республику измеряют температуру и проверяют наличие симптомов болезни. Но, как говорит медик, стопроцентной гарантии, что коронавирус не проникнет к нам, нет. И в этом случае нельзя паниковать. По словам Арчелия, врачи сделают все, чтобы не допустить распространения болезни. Максимальное то, что положено по данным эпидемиологов, все выполняется. Тепловизоры обязательно стационарные, где идет масса народу и пропускается через тепловизор. Плюс еще другие методы при подозрении, мы ждем тест систем на коронавирус. Поэтому у людей подозрительных на эту инфекцию не будут все исследоваться на месте. У нас планируется открыть горячие линии, где пациенты и даже люди, слава богу, здоровые, могут связаться по любым вопросам, которые их волнуют. Не паниковать, мыть руки чаще и не менее 20 секунд. Не тереть глаза и не участвовать в массовых мероприятиях. Самоизолироваться в случае болезни, перед этим обратившись к врачу. Вот и все методы профилактики коронавируса на данном этапе.